всем привет мои хорошие у меня вот такая красотка зацвела так это софи рёслер к тому же пила речная от крама и это гибрид венус на эквестрис то есть нас здесь дважды эквестрис и разочек фаленопсис линдени очень красивая штучка безумно красивая полосатость очень красивый гибрид я теперь хочу еще такой же но не филоричный новая хотелка и как раз вот только обсуждала со своей эквестрисной орхоподругой свою печаль у меня червец съел очень классный гибридик детку вернее гибридика там где линдени на эквестрис то есть венус и на линдени я так хотела этот этого малыша такой красивый у него крапчатый лист очень красивые цветы но к сожалению червец его очень быстро добил быстрее чем я смогла добить на нем червеца но в нашем хобби такое бывает а пока я наслаждаюсь цветением вот этой прелести она бомбезная достаточно крупный цветок для подобной орхидеи и для подобного фаленопсиса очень яркий колус просто вот он как кто-то его специально нарисовал вот он такой очень интересный безумно классный и полосатость как я уже говорила я очень гоняюсь за полосатыми был микки полосатый эквестрис он просто суперский бомбезный но я тогда только стартовала свое второе начинание с орхидеями только начала собирать и не поучаствовала к сожалению не поучаствовала в том заказе до сих пор кусаю свои локти еще все до чего только можно и невозможно дотянуться кстати если у кого-то есть кто-то хочет продать подарить поделиться деткой в общем кто знает где можно прикупить пожалуйста напишите я безумно хочу безумно ищу его просто капец-капец я знаю что они есть где-то у швертер должны быть потому что к ним тогда была достаточно большая поставка но не на продажу и у них появились вот малыши сеянцы насколько я поняла в общем детки вот этого эквестриса полосатого и пульхеримы и блин я теперь надеюсь может быть после скрещивания они все-таки выставят хотя бы часть этих полосатых на продажу но не знаю не факт не факт слежу за орхидейными новостями так что ребятки правда очень ищу такое лирическое не лирическое попрошайническое отступление закончена вернемся к прекрасному цветку он бередит мою душу со всех сторон классная пилоричность хотя к пилоричности я отношусь по-разному у разных растений она мне далеко не всегда нравится но вот здесь здесь очень да еще миллион раз буду наверное говорить спасибо всем тем кто поучаствовал в приезде этого фаленопсиса он был как раз вот в той посылке которая ехала через много рук ко мне я так рада я так рада и в общем то динамика у это у этого фаленопсиса хорошая стоит он вместе со всеми эквестерисами в моих таких домиках оранжерейках с поддерживаемыми условиями растет там вот зацвел я его не пересаживала пока сидит он классной посадки спасибо большое свете которая пересадила их перед тем как ко мне отправить и хорошо растет хорошо растет нарастил от листик и вот немножко порадовал цветением я надеюсь он на этом успокоится и дальше уже будет расти сам и как всегда у меня так внутри моя маленькая орхидейный улиточка детку детку давай детку но детка тоже тянет силы поэтому в общем то я надеюсь что он сам кинется в рост тем более что это на самом деле сама детка на цветоносе вот он ой ты так прям влезла неаккуратно вот он сам цветоносик на котором рос и это детка срезанная с цветоносом так вот посаженная вот такая обалденная прелесть то есть когда я брала я была уверена в том какое у меня будет цветение суперская штука и я могу дальше ее сидеть расхваливать до бесконечности но пожалуй хватит моих восторженных отзывов по условиям все как у всех моих эквест рисов у у всех фаленопсисов которые требуют более такого теплого содержания без периодов покоя требующих немножко понижения температуры или более сухих условий повторюсь опять таки в моих домиках оранжерейках там контролируемая влажность которая не опускается ниже 50 в достаточно сухое и жаркое время так держится я стараюсь сильно ее не зашибать там под 80 хотя в принципе это сделать несложно но я стараюсь регулировать чтобы выше 70 в принципе особо не подымалась 60 70 сейчас держу где-то так растут все отлично поливаю я по головам у меня там вентиляции у меня два вентилятора гоняют воздух постоянно один самом верху теплицы другой в самом низу и они замечательно с этим справляются плюс я проветриваю плюс там стоит хорошее искусственное освещение солнечный свет туда не попадает вообще поэтому не растут полностью под искусственным удобряю я как по корням так и по листу но скажем так чисто корневой подкормки у меня нету потому что опять-таки поливая по головам всегда что-то попадает на листья и плюс еще дополнительно опрыскивание могу добавить удобрения по листу в принципе все никаких секретов все растет в чистой коре в пластике или в пробковых горшках вот так аккуратненько пролезть вот в таких кстати сегодня будет посадочка в такие горшочки вот всех все устраивает меня все устраивает и на этом буду заканчивать чтобы сильно не затягивает такое вот видео как как бы портретик но как бы обо всем немножко поделилась о своих хотелках о своих горестях бедосях о своих условиях значит кто любит кто любит такие мелкие цветы но соцветия похожие на сирень много мелкого красивого вот прекрасный экземпляр для вас абсолютно нетребовательные очень люблю вообще под группу эту стауроглотис надеюсь правильно выговорила писать научилась выговаривать видимо еще не совсем там на самом деле всего три эквестрис линдейни целебенсис целебенсис из них самый капризный линдейни и эквестрис более покладистый но эквестрис наиболее покладистый к счастью гибриды чаще передается покладистый эквестрис поэтому рекомендую новичкам и любителям пышной сирени и на этом буду заканчивать ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь этим видео не забывайте поставить колокольчик то подписан чтобы вам выскакивали уведомления когда у меня выходят новые видео хотя конечно же я следую своему графику понедельник среда пятница но иногда у меня вне очереди выходят видео или два видео в день у меня такое бывает поэтому колокольчик вам подскажет про внеочередную радость от меня в описании заглядывайте там много интересных полезных ссылок также ссылки на мои соцсети где можно посмотреть много фотографий и почитать интересные статьи а также узнать о том что у меня происходит в плане написания книг до первую я выпустила об этом тоже есть видео и много чего другого ну и уж точно все всем большое спасибо за просмотр всем солнечных дней пышных цветений пока пока